Здравствуйте! Вы смотрите свежий выпуск программы «Новости индустрии», подготовленной по данным Липрейт. Сегодня нашу программу мы начнем с новости о России. Парламент снова отложил голосование по поводу законодательного регулирования финансовых рынков, которое должно было пройти 24 октября. Это уже шестое решение о переносе второго чтения соответствующего пакета законов на более поздний срок. Скорее всего, во втором чтении будет рассматриваться изменённая версия законопроекта. Ожидается также введение лимитов на максимальный размер кредитного плеча, которое теперь будет составлять 1 к 100 или 1 к 200. Всё будет зависеть от того, кто победит – чиновники или амбициозные трейдеры. Кроме того, предлагается ужесточение правил для рекламы услуг Форекс-индустрии. Но, с другой стороны, Форекс-брокеры в России могут рассчитывать на самые низкие требования к капиталу в мире. На данный момент они достигают всего лишь 3 миллионов рублей. Это примерно 73 тысячи долларов, благодаря одной из последних директив Центрального банка России. Законопроект о регулировании Форекс-индустрии не входит в перечень приоритетных законов осенней сессии парламента России. Несмотря на это, необходимость регулирования этой сферы постоянно возрастает, поскольку это позволит защитить инвесторов от мошеннических схем. Следующая новость касается старших трейдеров Рабобанка – Гарри Эндрюса и Криса Творта, которые были уволены из компании после того, как получили официальное обвинение в манипулировании базовыми ценами на валютном рынке. Обоих трейдеров отправили в принудительный отпуск на время проведения внутреннего расследования по поводу их профессиональной деятельности. Было сразу понятно, что господин Эндрюс был намерен покинуть фирму сразу после завершения принудительного отпуска. Как сообщает информационное агентство Bloomberg, в своем профиле на сайте LinkedIn он написал «Ищу новые возможности Форекс-индустрии». Ранее Рабобанк уже был вынужден оплатить солидные штрафы за манипулирование процентными ставками. В прошлом году компания потратила на штрафы 989 миллионов долларов. Следующая новость касается австралийского подразделения японского Форекс-гиганта Инвесат, который продолжает двигаться в направлении развития инфраструктуры. На этот раз они решили обновить свои серверы для торговой платформы MetaTrader 4. Это обновление позволит существенно улучшить функционирование платформы в целом, а также позволит улучшить характеристики управляемости и ускорить процесс обработки данных. Новые серверы будут располагаться в крупнейших мировых финансовых и дата-центрах компании Equinix, например, в Лондоне. Также в Сидней будет располагаться точка доступа. Это позволит компании разработать стабильные и гибкие решения для Форекс-торговли, которые будут подходить не только розничным, но и институциональным клиентам. Инваст выделила Equinix в качестве приоритетной компании, поскольку их дата-центр LD5 в Лондоне показал себя как один из лучших центров для Форекс-торговли среди других лидеров институциональной торговли, которая принимает участие в формировании цен и выполнении ордеров. Управление по финансовому регулированию и надзору Республики Мальта установило новые условия лицензирования предприятий, которые предлагают услуги по розничной онлайн-торговле на рынке Форекс, описанное в разделе 370 «Акта об инвестиционных услугах». Начиная с 20 октября, все иностранные Форекс-брокеры должны выполнить минимальное требование к капиталу, которое составит 730 тысяч евро. Кроме того, существует целый ряд других условий и норм, которые призваны ужесточить финансовое законодательство. Представитель управления по финансовому регулированию и надзору сказал, высокие риски, связанные с розничной торговлей на рынке Форекс, которая полагается на автоматические системы. Сложная природа всех продуктов рынка Форекс и доступность этих продуктов для розничных инвесторов – это все привело к ужесточению условий получения соответствующей лицензии. На этом наше время подошло к концу. Завтра Бен Джонс представит вам свежий выпуск нашей программы. Всего доброго!